Здравствуйте! Это передача для родителей. Учимся растить любовью и я, Марина Ланская. Сегодня у нас в гостях нейропсихолог Екатерина Чербакова. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие телезрители. Екатерина, сегодняшняя наша тема звучит так. Развивающие сказки. Насколько я знаю, у вас именно такие сказки и есть. Давайте поговорим о них. И несмотря на то, что у нас здесь на картинках читающие дети, у вас это подкаст? Я правильно понимаю? Да, все верно. Это такая, мне кажется, универсальная современная форма работы, где я записываю такие аудиофайлы, где рассказываю какую-то историю. Например, я говорю, что «Здравствуйте, дорогие слушатели, мы с вами отправляемся в кругосветное путешествие». И мы будем лететь на самолете и гудит там самолет на заднем плане. Мчимся на поезде и едет поезд. Поедем на машине и звучит гудок автомобиля. Да, и даже на велосипеде. И там звоночек на заднем плане. И говорю, а давайте сначала подумаем, что же мы знаем про этот транспорт. И, например, рассказываю. Как вы думаете, топливо у машины сделано из бананов? И жду ответы телезрителей. И так и строятся мои такие развивающие сказки. Когда есть какой-то сюжет в нашем путешествии и множество разговорных заданий к нему, загадок, песенок, каких-то музыкальных вставок, которые позволят развить детям фономатический слуг, слуховое внимание. И множество-множество других аспектов, которые нужны в повседневной и обучающей жизни. То есть можно сказать, что это часть вашей основной работы нейропсихологической. Правильно я понимаю? Наверное, это больше часть моей дефектологической работы. Помимо того, что я нейропсихолог, я еще дефектолог в Центре сопровождения ребенка. Это место, куда приходят дети от 3 до 7 лет, которые по разным причинам не могут посещать детский сад. Это либо дети с тяжелыми нарушениями развития, либо синдромальные дети, либо дети, которые не прижились в детском саду. То есть из-за каких-то особенностей поведения или, например, дети со слабленным здоровьем, которые не могут прийти в детский коллектив. И вот как, собственно, и пришла идея создать такие сказки, которые можно слушать. Мои собственные дети личные, они, например, им 6 лет, у меня двойняшки, мальчик и девочка, они очень любят детские подкасты, какие-то научно-развивающие передачи, которые они слушают перед сном. Я подумала, такой классный инструмент, дети узнают что-то новое, они успокаиваются перед сном, сенсорно не перегружаются, то есть это не телевизор, зрительная, не страдает никак нервная система. То есть сплошные плюсы. Думаю, мне для моих учеников тоже такое обязательно надо, все очень срочно. И как раз один мой ученик, у него была реабилитация, у него ДЦП, ему нужно было уезжать, а у нас только пошел прогресс, вот только-только появились вот эти первые зачаточки, когда появились какие-то звуки, когда он научился шипеть, изображать дождик. Я думаю, нам точно нужно какой-то вот, чтобы вот он не забыл вот это все. Я записала для него в Ватсапе для мамы аудио такую сказку, как мы с ним идем гулять в осенний лес, что вот мы идем по осенним дорожкам, и там шелестят листья, капает дождик, кап-кап-кап, и вот посмотри, и вот так, и они красные, зеленые, желтые. И получилось просто что-то уникальное на 10 минут, сделанное конкретно под вот этого человека. И это привело его в такой восторг, и он слушал три месяца своей реабилитации без остановки, и он пришел на занятия, и он все это запомнил, все эти шипения, все эти капельки, потому что это не просто что-то с интернета, что-то откуда-то, это вот его родная тетя, которая с ним, она вот ему что-то говорила, называла его по имени, и это, конечно, удивительный для меня опыт. И тогда решила, что всем моим ученикам точно нужна такая вот классная штука, палочка-выручалочка. И я записала по лексическим темам, которые в основном встречаются в детском саду, в программе это овощи, фрукты, транспорт, дикие животные, домашние животные, все, что мы должны изучить в детском саду. На каждую из этих тем я записала небольшую дидоксическую сказку «Путешествие». Екатерина, признаюсь, что я сама с большим удовольствием послушала эти сказки. То есть я хотела просто познакомиться с ними, но это успокаивающая манера говорить ваша такая приятная. Такое вот это звукоподражание интересное, и сюжетность, которая есть, но при этом не такая перегруженная и сложная, чтобы человек нырял в сюжет и забывал обо всем остальном. То есть мне кажется, они идеальны для того, чтобы, например, ставить ребенка дошкольного возраста в машине, когда вы едете вместе. Или дома, когда он не смотрит мультик, чтобы его отвлечь от телевизора, от гаджетов. Дать, с одной стороны, как будто бы отдохнуть, потому что они действительно как отдых, а не как серьезное занятие. А с другой стороны, увлечь чем-то полезным. То есть мне сама идея очень понравилась, и то, как вы ее воплощаете, тоже очень понравилось. Давайте поговорим о том, какие задачи решают вот эти вот развивающие сказки. И потом о том потенциале, который скрыт вообще для родителей в этой затее. Мне кажется, что любую дидактическую задачу можно решить с помощью развивающей сказки. Да, как вы хорошо, замечательно подметили, что это не какое-то занятие, где мы сели, и прям зеленые яблочки в зеленую корзинку, красные в красную, все это разобрали. Это такое путешествие, которое увлекает тебя за собой, где ты играешь, где ты непринужден, никто не заставляет тебя сказать ответ. Ты слушаешь, и если ты готов, если ты хочешь поиграть, то да, ты отвечаешь. И мне кажется, в этом и состоит уникальность. Ну и плюс в мире столько звуков, и дети, на самом деле, намного больше акцентируют, да, внимание. Вот как они начинают говорить, они сначала вычленяют из нашей речи маленькие звуки, да, животных, звукоподражания, как едет машинка. Для них все, что мы говорим, это чрезмерно перегружено. И когда мы начинаем говорить на языке детей, да, дети, конечно, это подхватывают. Особенно дети с ОВЗ, с особыми потребностями. Потому что, когда я пыталась что-то найти для детей с ОВЗ, я ничего не нашла. Очень длинные сюжеты, все очень перегружено. Мои дети, мои ученики, они не справятся с таким потоком информации. Поэтому я и пыталась создать что-то такое короткое, нежное, где не нужно долго следить за сюжетом, где не нужно разбираться в каких-то абстрактных вещах. То есть мы говорим о простом, немножечко шутим, отвечаем да или нет, или решаем какие-то веселые загадки. Можно ли родителям самим нечто подобное сделать для своих детей? Например, если есть какая-то определенная проблема, с чем-то ребенок не справляется, и можно эту проблему решить вот таким вот способом через развивающуюся сказку. Но тогда от вас необходимы какие-то рекомендации, как это сделать, с чего начать, и какую проблему можно решить с помощью вот такого способа. Посоветуйте, пожалуйста, нашим телезрителям. Я, конечно, рекомендую им обратиться к первоисточнику, то есть к вашим сказкам. Но можно ли этот материал использовать для того, чтобы самим тоже что-то подобное сделать для своего ребенка? Как вы думаете? Мне кажется, это будет универсальным инструментом. Очень часто, например, бывает, ребенок заинтересован в какой-то теме, а в другой он плавает. Например, ребенку очень нравятся динозавры. Но какой-то мир растений для него абсолютно чушь, а уже было бы хорошо разбираться, где какой там цветочек растет. И, зная эти особенности своего ребенка, вы можете там записать, как там, не знаю, динозаврик Дина, он пошел гулять и встретил такой цветочек, и такой цветочек, и такой кустик. И вот он собрал и такие ягоды, и такие ягоды. Пришел к своему другу динозавру, испек пирог. И можно прям нанизывать на все, что угодно. Потому что кажется, что контента и прочих материалов очень много, но очень тяжело найти то, что подходит конкретно вашему ребенку, что его именно зацепит и заинтересует. А зачем же нам что-то заставлять делать, если можно выехать на детском интересе, если мы можем превратить это все в веселую, классную игру? А какие тогда правила действуют в этих развивающих сказках? Вы для себя, наверное, выработали, например, длительность такой сказки, нагруженность, насколько быстро нужно ее озвучить, или наоборот, надо говорить медленно и внятно. Как много звуков должно быть в этой сказке? Наверняка есть еще какие-то правила, это первые, которые мне пришли на ум. Расскажите, пожалуйста, поделитесь. Для себя я выработала несколько таких принципов, которых и придерживаюсь. Это длительность, они не более пяти минут. Если вы готовы много слушать, послушайте все, послушайте много, переслушайте, придите к чему-то другому. Но длина – это важно, ребенку важно быть успешным. И когда он пройдет полностью сконцентрированным от начала и до конца, это здорово. Плюс я всегда хотела, чтобы эти путешествия, чтобы у них было начало, вход, мы всегда куда-то отправляемся. В огород, в сад, на ферму, в лес. И обязательно выход, мы должны вернуться, что вот, мы снова дома, мы занимаемся чем-то дальше. Плюс я хотела сделать таких небольших 4-5 станций, какие-то небольшие задания, которые плавно переходят друг к другу, чтобы не перегружать. Еще был большой соблазн играть голосом, потому что я могу говорить там, как большой медведь, как маленькие птички. Но мои дети, например, дети, у которых аутизм или какие-то ментальные нарушения, они тяжело реагируют на смену обстановки. Поэтому я выбрала для себя такой успокаивающий тон. Может быть, он где-то и уносит вас от повествования, но лучше сделать это так, чем это будет у кого-то из детей вызывать дискомфорт. Еще, конечно, у меня остается такой вопрос. Можно ли, например, о каких-то абстракциях говорить через развивающие сказки? Что я имею в виду? О таких понятиях, которые не являются предметами. Например, доброта, жадность и бескорыстие, любовь, дружба. То есть вот такие понятия, которые так сложно, в общем-то, объяснить простым языком ребенку, а может быть, можно подать через сказку. Или вы все-таки придерживаетесь мнения, что стоит говорить о предметах, стоит говорить о таких вот вещах, как фрукты, овощи, растения. То есть понятных и нужных, а остальное, видимо, каким-то другим способом подается. Не думали вы о том, что можно и вот такие понятия подтянуть в свою идею? Мне кажется, это очень здорово, потому что все эти понятия мы всегда детям рассказываем через сказки. Никто не будет объяснять детям, что такое добро и зло. Это всегда расскажет какая-то история, где мы вместе разберем, отрефлексируем, кто же здесь все-таки был злодей. Но для моих детей с особенностями здоровья я выбираю все-таки более предметный путь. Из того, что мы видим в жизни. Сначала разберемся с этим, а потом уже разберемся с чем-то таким более тяжелым. И для своих сказок, да, поэтому выбрала такую дидактическую основу. Сколько у вас всего таких сказок? Ох, у меня сейчас публикованных их только пять. Но я сделала очень много таких маленьких точечных записей для своих учеников персональных. И сейчас хотела бы их скомпоновать и, наверное, с разрешения опубликовать. Потому что получилось действительно здорово. И мне кажется, что если продукт получился хорошим, то нужно обязательно поделиться. Каким образом ребенка подготовить к тому, что он будет слушать развивающую сказку? Вот вы говорите, что ваши личные дети, они ваши подопечные, они готовы к этому, потому что любят слушать подкасты. Но многие дети настолько привыкли к мельканию картинок, что уже не понимают, как это я буду слушать, но не буду ни на что смотреть. Каким образом подвести к этому? И вообще важно ли это? Почему важно разделить картинку и аудио? Почему полезно вообще ребенка обучить просто слышать? Важный ли это навык? Нужен ли он? Мне кажется, это основной навык. Слышать и слушать друг друга. И информации сейчас очень много. Мы все сталкиваемся с тем, что просто какое-то насилие всего вокруг нас. И дети в том числе. У детей точно так же много персонажей вокруг. Это не как в нашем детстве, у нас там Винни-Пух и кто-нибудь еще. То детей сейчас миллион мультиков, миллион героев. Они все их там на блокнотах, на тетрадках. И дети рассеивают внимание постепенно. Они привыкают к тому, что есть быстрая информация, быстрая картинка. И, конечно, тяжело воспринимать слуховой сигнал. И поэтому, может быть, и стоит начать с чего-то простого и короткого, чтобы немножечко научиться рассказать, что мы сейчас с тобой будем слушать сказку и выполнять задания. Попробуем. И в конце, мне кажется, важно обязательно отрефлексировать, что мы с тобой слушали, как мы отправлялись в лес, и мы с тобой хлопали, и мы с тобой топали. И было вот так, и вот так. Правда, было здорово? Мне кажется, повторить все это тоже очень большая часть прослушивания. Можно ли сказать, что развивающие сказки и вообще аудио влияют как-то каким-то образом на воображение ребенка? То есть когда у нас нет картинки, и мы просто слышим звук машины, мы представляем какую угодно машину. И значит, наверное, в этот момент наш мозг производит какие-то такие операции, которые он бы не производил, если бы ему уже предложили готовую машинку, готовое изображение. Может быть, есть еще какие-то неочевидные плюсы вот такого вот аудиоформата? Озвучите их, пожалуйста, как специалист. Конечно, основное – это отсутствие сенсорного перегруза. То есть все, что нам не вредит, все нам будет в пользу, то нам помогает. И сейчас, да, как мы уже говорили, что столько всего, столько сигналов. И часто бывает, родители очень устают под вечер. И, конечно, это такой универсальный выход включить человеку мультик, да, чтобы мы все отдохнули. Но если вот у кого-то есть дети, которым тяжело, да, которые быстро возбуждаются, они видят, что полчаса мультфильма, ведь вам, наоборот, не успокоить ребенка. Он, может, физически как-то полежал, но в голове в это время взрывается просто друг за другом цепная реакция. И, может быть, где-то лучше убрать это. И это будет замечательная альтернатива, где вы не полностью все это убираете, никаких там телефонов, никаких игр, никаких мультиков. А что-то остается, да, и что-то интересное, завлекающее. Мне кажется, альтернатива прекрасна. Ну и, конечно, мне бы хотелось подвести каким-то образом резюме под нашу беседу, но так, чтобы был практический, практическая польза для наших родителей. И так, кроме того, что они могут послушать те сказки, которые вы предложили, может быть, вы посоветуете еще другие подкасты или другие аудиоформаты, или на что вообще обратите внимание современным родителям, если они хотят найти альтернативу вот тому самому сенсорному перегрузу. Есть ли у вас такие варианты? Вот в моем детстве это были виниловые пластинки, на которых мы слушали сказки. Это было прекрасно. Я до сих пор помню. Может быть, вы посоветуете что-то для современных родителей и современных детей? Сейчас, да, существует Яндекс.Музыка или ВКонтакте, и везде вы можете набрать детские подкасты, да, если вас именно интересует какое-то развивающее движение. Не просто сказки, очень, как сказать, очень большое количество времени у нас это были только сказки, да, вот Репка, Колобок, и вот они вот их перезаписывали в студии всевозможное количество раз, но ничего нового не появлялось. А потом детское радио, они записали огромное просто количество всевозможных подкастов, тот же Хрум, сказочные детективы. Вот мои дети, они, например, фанаты сказочного детектива. Там какая-то сказка, и в ней детективы ведут расследование. Вот они у меня уже знают те сказки, которые я, например, не знаю уже. Или Чивостик, это такая научно-популярная штука для детей, и вот меня дети тоже слушают. Они рассказывают мне про каких-то рыб или про каких-то динозавров, про которые я просто тихонечко гуглю, чтобы тоже быть немножечко в курсе. Мне кажется, это очень классная возможность. И вот когда я ищу что-то новое для своих детей, действительно, если ввести детские радиопередачи или детские театральные постановки, да, это уже не сказки, детские подкасты, перед нами выпадает просто огромное количество. Стоит только поискать и знать, что это существует и ждет своего слушателя. Спасибо большое. Я не знала, что это существует, и все еще думала, что можно слушать только аудиосказки. И вы мне открыли мир. Надеюсь, что и нашим телезрителям было интересно. И вот те озвученные вами названия подкастов, может быть, кого-то привлекут, и кто-то тоже своих детей заинтересует таким интересным занятием, как прослушивание полезного и интересного одновременно. Екатерина, насколько я знаю, вот, по крайней мере, когда я воспитывала детей, говорили, что очень полезно ставить классическую музыку детям. И насчет музыки, мне кажется, у современных родителей уже есть представление, что действительно ее можно слушать еще пока ребенок в утробе, и уже будет какая-то польза, и потом ему ставить, когда он только родится. А вот о подкастах, о развивающих сказках и прочем аудиоконтенте такого плана я ничего не знаю. То есть не знаю, с какого возраста его стоит ставить. Дайте, пожалуйста, свои рекомендации. Если мы говорим о таком прям познавательном контенте, в котором много все-таки слов и какой-то информации, то, наверное, мы возьмем возраст где-то с двух, с двух с половиной лет, когда ребенок уже сам овладел речью. То есть мы исходим из такого дефектологического правила, например, правила развития, что вот у ребенка есть словосочетание, значит, он уже понимает ваше предложение. То есть предложение с пяти-шести слов он в бытовом плане отлично может понять. И тогда это будет иметь смысл действительно и какую-то развивающую ценность. Нежели мы включим какой-то такой тяжелый подкаст тот же самый про динозавров, который будет играть для пятимесячного ребенка, для него это будет лишь визуальный шум, который отвлечет его от действительно важных вещей, от своей ноги, от того, что его окружает. Потому что до года у тебя столько там нужно решить задачи, проблем. Ого-го, там нет времени слушать. А тем не менее музыка, вот все-таки современные нейропсихологи еще верят в то, что музыка для маленького ребенка классическая имеет какое-то важное значение? Я думаю, что верят. И я верю, потому что классическая музыка имеет свой уникальный такт, да, она подбивается под ритм сердца, под наши биологические внутренние процессы. И мы эмпатично чувствуем и успокаиваемся или наоборот приходим в какое-то, да, в возбуждение, в эйфорию. То есть она действует на все наши вот синопсики, параносимпатическую систему. Так она и работает. И поэтому всем рекомендуется, что, казалось бы, музыка, но она может изменить просто колоссально ваше настроение. И не важно, сколько вам, два месяца там или сто лет. Недавно мы делали выпуск передачи про бэби-театр и про то, как выбрать первый спектакль, на который отведут ребенка. Ребенка от года и полутора, где-то вот такого вот возраста. И там прозвучала такая фраза, что непременно нужно обращать внимание на то, чтобы сюжет не был сложным. Если есть зло и добро вдруг, то они должны быть очень однозначными. А, в принципе, для совсем маленьких детей то вообще сюжет не обязательно, а обязательно просто какое-то узнавание, там, форм, предметов и так далее. Для развивающих сказок есть ли вот такие же простые правила, ну, например, не больше четырех слов в предложении, никаких сложно подчиненных предложений, никаких депричастных оборотов, ну, и так далее. На что должны родители обращать внимание, когда выбирают для своего ребенка вот те самые первые аудиоподкасты, которые ребенок будет слушать? Я бы, наверное, рекомендовала брать только то, где есть простая инструкция, да, или максимум двухступенчатая. Двухступенчатая, да, это когда состоит из двух, там, сходи на кухню, возьми яблоко, принеси мне. И этого будет достаточно, да, когда мы перегружаем свою речь, смотри, какое дерево, оно прекрасное, зеленое, цветущее, для ребенка уже на втором слове, неважно, какое там это дерево. Вот, и если мы действительно хотим передать какую-то суть, то перегружать не стоит, это будет лишним. Благодарю вас за участие в нашей передаче и прощаюсь и жду вас у нас в гостях снова. До свидания, Екатерина. Спасибо большое, всего доброго. До свидания, дорогие телезрители. Дорогие телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин